Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. На железнодорожных вокзалах Сочи пройдет субботник. Такое решение принято на планерке главы города. Более 30 человек в Сочи уже воспользовались правом проголосовать на выборах по месту нахождения. Для этого надо подать заявление в МФЦ. На КСМ началась прочистка заброшенного коллектора. Теперь в сезон дождей улицу больше не будет подтапливать. В Сочи в тройке лидеров Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых дешевых туров на бархатный сезон. Расследование крушения Ту-154 под Сочи продлили до 25 декабря. Об этом со ссылкой на источник знакомой с ситуацией сообщает Интерфакс. Дело будет расследоваться до 25 декабря года со дня авиакатастрофы, сказал собеседник агентства. Он отметил, что продление срока следствия связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе связанных с оформлением факта смерти пассажиров самолета, который предстоит выполнить. Как известно, несколько тел погибших еще не обнаружено, сообщил источник. Он не исключил, что срок следствия может быть продлен еще раз и после 25 декабря. В Министерстве обороны России по итогам расследования катастрофы ранее заявили, что крушение Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, что привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Напомню, самолет 25 декабря прошлого года упал в море рядом с Сочи. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. И продолжаем. Первый миллион тонн сахарной свеклы переработали заводы Краснодарского края. Один из таких сегодня посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Он побывал на сахарном заводе Павловского района. Долгое время предприятие находилось в состоянии банкротства. Сегодня завод переживает второе рождение. Главе региона показали новое оборудование, цеха и только что полученный сахар. Урожай нового сезона губернатор смог и попробовать во время беседы за чашкой чая с рабочими предприятия. На ЖД вокзалах Сочи пройдет субботник. По итогам проведенного мониторинга с 7 по 13 августа их внешний облик и санитарное состояние не в лучшем виде. Эта тема была поднята сегодня во время еженедельного планерного совещания главы города. Неудовлетворительно и подготовка мобильных групп к режиму пожароопасности, особенно в сельских районах. Так, сегодня ночью произошел пожар на одной из чайных плантаций в Удждере. Эти и другие вопросы, которые обсуждались во время совещания, в материале Татьяны Говорковой. Жаркая погода, установившаяся на курорте, приносит далеко не позитивные итоги. Во время планерного совещания на прошедшей неделе Анатолий Пахомов дал распоряжение главам всех районов и спа службам ответственно подойти к этому вопросу. Тем не менее, на ряде улиц, особенно в Амеретинской низменности, далеко не зеленые лужайки, а скошенная и пожелтевшая трава. Работу по пожаробезопасности и вовсе не провели руководители ряда сельских хозяйств. Минувшим вечером в Удждере горела чайная плантация. Более того, по итогам проведенной мэрии проверки отличился и совхоз «Восход». На его территории были обнаружены емкости с горючим. Они что, вообще не понимают, что дело просто секунды и взорвется там их безобразие, так люди пострадают? Сейчас сядьте и поезжайте там сам лично и сделайте выводы, чтобы там был прокурор Адлерского района. Доработки требуются со стороны РЖД. Внешний облик и санитарное состояние всех железнодорожных станций курорта в неудовлетворительном состоянии. В Лазаревском отсутствуют пандусы и неперестроенные платформы. А в Адлере и на основной станции Сочи – мусор и стихийная торговля. Сотрудники РЖД утверждают, проведут субботник и решат вопрос маленькими кафе. Нам нужен результат. И рассказывать о том, что мы везде написали, чтобы у нас не курили, а у нас курят, ну это расписываться собственным бессилем. Мы признаем, там есть наши упущения. И я вам гарантирую, что в субботу будет проведен финальный субботник. Подняли на планерном совещании тему инвентаризации коллекторов и хозяйственных фекальных канализаций на территории Сочи. Большинство сетей принадлежат коммерческому предприятию «Сочи-Водоканал». Сейчас идет совместная проверка, где чьи трубы. После согласования актов обследования с этим предприятием все документы будут переданы в департамент городского хозяйства. Есть и бесхозные коллекторы, и задачи департамента – принять их на свой баланс. Сети передаются, все нормально, как только где-то отключение идет чего-то. Говорят, мы не едем туда по той самой причине, это не наши сети. Ну бред какой-то. Поэтому я считаю, что продолжать эту работу, естественно, Хвостинскому и Центральному району надо поднажать. Надо все, что брошенное, сделать нашим муниципальным. Согласны? А вы должны мне докладывать. Традиционным итогом планерного совещания стало рассмотрение выполнений поручений главы города. В частности, Анатолия Пахомова интересовала организация дорожного движения в Лазаревском районе. Вести ремонт асфальтового полотна в пик сезона неприемлемо, отметил градоначальник и поручил главе района активно включиться в совместную работу с инспекцией ДПС. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Энтеровирусная инфекция Сочи не грозит, заверили специалисты Роспотребнадзора и руководство системы здравоохранения города. Невзирая на вспышку болезни в той же Турции, гостям курорта и местным жителям бояться нечего. Единственное, что может испортить их отдых, это собственная обеспечность. Санитарная эпидемиологическая обстановка на курорте благополучная массовых отравлений и групповых инфекционных заболеваний не зафиксирована. Что касается интеровирусной инфекции, то по данным специалистов на сегодняшний день в Сочи зарегистрировано 30 случаев. Это говорит о том, что никакой эпидемии интеровирусной инфекции в городе нет. Эти случаи инфекционных заболеваний никак не связаны ни с заболеваемостью в Турции, ни с заболеваемостью какой бы то иной не связаны. Это в основном болеют приезжие и в большинстве случаев это дети ранних возрастов. По мнению представителей Роспотребнадзора, вина за это полностью лежит на родителях, пренебрегающих правилами гигиены. Качество морской воды в Сочи остается в норме. Это подтверждают результаты лабораторных анализов. Еженедельно отбирается около 200 проб. Всего с начала сезона проведено 2600 исследований на санитарно-химические, микробиологические показатели, на содержание вирусов, возбудители холеры и паразитологические показатели. Все пробы соответствуют действующим нормативам. Тем не менее, все учреждения системы здравоохранения курорта работают в усиленном режиме по особому графику. Для этого нажарки во всех смыслах сезон в Сочи привлекают специалистов из других регионов. Прежде всего мы усиливаем количество бригад дежуривших ежесуточно в районах нашего города. Сейчас у нас всего работает 64 бригады каждый день. А вот в зимнее время, вы помните, я всегда говорю о том, что у нас работает 47 бригад. Ежесуточно в диспетчерскую поступает 1200 вызовов. Для сравнения, зимой их число не доходит и до 500. Медики совместно с представителями Роспотребнадзора неустанно повторяют. Приезжие, которые хотят получить от отдыха лишь положительные эмоции, обязаны соблюдать элементарные правила гигиены. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Более 30 человек в Сочи уже воспользовались правом на участие в предстоящих выборах депутатов ЗСК по месту фактического нахождения. А сделали они это, просто подав соответствующее заявление в многофункциональный центр «Мои документы». О новой услуге в нашем следующем сюжете. Александр Баженов в Сочи занимается бизнесом. Сам родом из Гулькевичей. Поехать в родной город в единый день голосования у него возможности нет. А вот гражданский долг выполнить обязан, считает Александр. Я же все-таки гражданин, который исполняет свои гражданские права. И нужно голосовать. Таким образом, я решил воспользоваться этим правом. Тем более, это стало так легко и удобно на сегодняшний день. И доступно. На смену открепительному удостоверению в этом году, согласно закону, пришли заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Подать его можно в многофункциональном центре «Мои документы», куда и пришел Александр. Ну а вообще новой услугой уже воспользовалось солидное количество ответственных жителей края. Желающие есть. Уже по городу Сочи порядка, около 30 человек по центральному району, порядка 19 человек написали заявление. То есть услуга востребована. И мы думаем, что это будет понарастающей, чем ближе к выборам, тем большее количество людей обратятся за такой услугой. Провести у окна в офисе «Мои документы» придется всего несколько минут. И вот уже на руках бумага с правом голосовать за депутатов ЗСК, не выезжая за пределы Сочи по месту регистрации. Раньше этого невозможно было сделать, потому что необходимо было выехать за открепительным талоном. Для этого пропустить рабочие дни, и это не всегда было удобно. Воспользоваться удобной услугой можно во всех четырех МФЦ города. Дополнительные пункты в четырех районных администрациях, а также в администрации поселка Дагомыс, Волковского сельского округа и в Олимпийском парке школе номер 38. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В районе въезда в село Барановка на границе Центрального и Хостинского районов больше не будет в период дождей собираться вода. Там ведутся работы по очистке коллектора. Это часть программы малых дел, которая реализуется по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Расскажет Елена Овсецина. В коллектор длиной 130 метров, который находится под землей, и в открытый коллектор, который чуть меньше подземного, попадают стоки со всей горной местности села Барановка. Строился он давно и в результате того, что был по сути бесхозным, стал проблемой номер один для этого района, особенно в период дождей. Здесь, в связи с тем, что данный коллектор не работал, было постоянное подтопление проезжей части и тротуарной части. Высота воды поднималась до метра. И, соответственно, препятствовала людям в перемещении. Очень серьезная проблема. Накапливалась она достаточно много времени, порядка 10-12 лет. И сегодня мы эту проблему разрешили, и впредь не допустим, чтобы она более возникала. Третью неделю специалисты чистят коллектор. Объект достаточно сложный, особенно подземная часть, где приходится работать вручную. За это время уже вывезено 250 кубометров мусора, и теперь грунтовые воды могут проходить свободно. В администрации центрального района заверяют, коллектор имеет хорошую пропускную способность, и даже сильный ливень теперь не проблема. Неучтенный коллектор будет передан на баланс муниципального предприятия «Водосток». А на улице Вишневая начался снос незаконных гаражей. Их здесь в районе дома номер 28 около десятка. Узаконить их владельцы не захотели, хотя напротив есть гаражный кооператив, к которому можно было бы примкнуть. Теперь по решению суда только снос. Причем сносить хозяева должны сами, но вынужденно территорию приводят в порядок за счет муниципалитета. Владельцам в любом случае выставят счет за снос, и он уже будет более внушительным. Люди все реагируют по-разному. В основном не хотят расставаться со своим имуществом. Производим снос мы сами. Но те граждане, которые сознательны, они, конечно, берут свои вещи, убирают из гаражей, производят демонтаж, либо перемещение куда-то, если у кого-то есть дачные участки, к себе домой. Район здесь жилой, и старые гаражи совсем не красят его. Более того, как заброшенные строения даже представляют опасность. Все они построены без оформления права собственности. В целом, в этом году в Центральном районе выявлено 86 таких гаражей, 43 из них уже снесены. Елена Апсецна, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. В ночь со вторника на среду воды не будет в поселке Лазаревская. Причина – врезка переложенного участка водовода на улице Калараш. Таким образом, с 9 вечера 15 августа до 8 утра 16 августа без холодного водоснабжения останутся следующие потребители. Нечетная сторона улицы Калараш, многоквартирные дома по улицам Калараш и Павлова, базы по улице Калараш 153-172, а также дом номер 123 по переулку Павлова. Родители сочинских школьников могут задать вопрос министру образования России. На сайте Министерства образования и науки Российской Федерации стартовал сбор вопросов к общероссийскому родительскому собранию с участием главы ведомства Ольги Васильевой, которая состоится 30 августа. Участие в собрании примут родители, учителя, а также представители общественности, которых волнуют перспективы развития системы школьного образования. Четвертое по счету общероссийское родительское собрание, как и в предыдущие годы, пройдет в формате видеоконференции с прямыми включениями из различных регионов России. Онлайн-трансляция будет вестись на сайте ведомства. Задать свой вопрос министру можно уже сейчас. Для этого на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации открыт специальный раздел «Общероссийское родительское собрание». В Сочи молодежь приняла участие во всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Она приурочена ко дню физкультурника. По традиции, акцию решено было провести в подшефном детском санатории горный воздух для детей, больных туберкулезом. Перед ними выступили именитые спортсмены. Бронзовый призер первенства Европы и этапа Кубка мира по борьбе дзюдо и самбо Возген Келашьян рассказал о том, как начинал свою спортивную биографию с секции борьбы в сельской школе. Сотрудники полиции, мастера спорта России Арсен Хамалян и Возген Нагабидян рассказали, как им помогает спорт в служебной деятельности. Самые юные спортсмены из секции мотоспорта от Центра развития молодежи удивили ребят из санатория количеством личных медалей и кубков за победы в первенствах Краснодарского и Ставропольского края. Они привезли с собой один из своих мотоциклов и подробно рассказали о его устройстве. Самым почетным гостем стал ветеран динамовского движения в городе Сочи, мастер спорта СССР по легкой атлетике, серебряный призер чемпионата мира, двукратный призер первенства Европы, пятикратный чемпион спартакиады народов СССР среди ветеранов Александр Хатит. Поприветствовать участников спортивного праздника прибыл и кортеж давних друзей детского санатория членов сочинского филиала всероссийского мотоклуба «Ночные волки». После мастер спорта по вольной борьбе Арсен Хамалян со всеми желающими провел простую, но динамичную разминку. В конце праздника всем детям были вручены сладкие подарки. В Сочи в тройке лидеров Ассоциация туроператоров России составила рейтинг из 11 направлений самых дешевых туров на бархатный сезон. Он опубликован на сайте «Ведомостей». Эксперты рассчитали стоимость недельных туров на двоих взрослых с авиаперелетом туда и обратно и датой вылета в пятницу – 1 сентября. Все цены на пакетные туры указаны по состоянию на вечер 14 августа. Первое место в рейтинге занял Крым. Самые дешевые пакетные пляжные туры стоили 19 359 рублей. Второе место у Сочи в Адлер можно слетать, отдохнуть за 24 498 рублей. На третьем месте Анапа – 25 827 рублей. Далее идут Турция, Болгария, Греция и Кипр. Замыкает список из 11 направлений Италия, куда можно съездить в отпуск вдвоем минимум за 82 тысячи рублей. Учебно-методический центр инновационного образования «Академия» продолжает подготовку слушателей по программам профессионального обучения, переподготовки, повышения квалификации по многим образовательным программам. Сегодня свидетельство мастеров парикмахерского искусства получили очередные слушатели учебного центра «Академия красоты». Слово Инги Габешия. Направление парикмахерское искусство в учебно-методическом центре инновационного образования «Академия» пользуется большим спросом с момента открытия. То есть с октября прошлого года квалифицированными специалистами в индустрии красоты стали несколько десятков стилистов. Сегодня экзамен сдавали слушатели курса «Парикмахер третьего разряда». Он считается основой парикмахерского образования. Девушки за три месяца изучили основу мужской и женской стрижек, колористики, укладок, химической завивки. Занятие ведет технолог-преподаватель парикмахерского искусства, участница международных конкурсов и обладатель международных дипломов с правом преподавания по техникам стрижек, в том числе, видал сосун Валентина Корягина. Девочки проходили практику на основе нашего собственного салона красоты «Академия». Курс у нас экспресс. Ученики обучаются три месяца. Следующая группа стартует 18 августа. Всех желающих приглашаем на обучение. Вы будете иметь возможность получить профессию, которая принесет вам дополнительный доход и научит дарить радость людям. Обучаться в «Академии красоты» можно с любым общим, средним, среднепрофессиональным или высшим образованием. Что же касается остальных разрядов в деле парикмахерского искусства, то их также можно пройти на базе «Академии красоты». Ко всему прочему, это учебное заведение выпускает квалифицированных специалистов по профессиональной переподготовке в области юриспруденция, государственное и муниципальное управление, менеджмент в сфере физической культуры и спорта, администратор салона парикмахерских услуг, менеджер ресторана, педагогическое образование. Также учебно-методический центр «Академия» готовит современных мастеров ресторанного сервиса, обучает английскому языку взрослых и детей с четырех лет. У нас есть государственная лицензия на ведение образовательной деятельности. Мы выдаем документы установленного образца, защищенные от поделок. Учебный центр «Академия» ориентируется на профессиональные стандарты, которые уже вступили в силу. Также у нас работают опытные преподаватели, мастера производственного обучения. Мы приглашаем всех желающих пройти обучение в учебном центре «Академия». Всю информацию по курсам, семинарам и тренингам можно найти на сайте www.academysochi.ru Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и в завершение информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Валет-денталь» весь август проходит акция имплантации и протезирования за один день. 17 тысяч рублей. Улица Чайковского, 3. Ну а все новости уже на нашем сайте. fkt.com На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.